Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Евгений Стеблов – необыкновенный человек и актёр с такой же необыкновенной судьбой. Он никогда не кичился своими дворянскими корнями, хотя окружающие говорили, что в нём чувствуется голубая кровь. Также Евгений Юрьевич был необыкновенно скромным человеком. Он даже оскорблялся, если его называли звездой. Слово «звезда» для нас тогда казалось неприличным. Мы хотели быть мастерами, актёрами с большой буквы. «Звезда» – это констатация славы. Но звёздность ничего не говорит о качестве дарования, говорил Евгений. Детство и карьера. Евгений родился в интеллигентной московской семье. Соседи, шутя, назвали их антилехентами. Ведь дедушка будущего актёра всегда ходил в гаустуке и сюртуке. Квартира у них была в районе Марьиной рощи, где было много шпаны. Женя хоть и дружил со многими, но плохих привычек так и не приобрёл. Именно дедушка привил стебловую любовь к театру. Много проводя времени с внуком, он рассказывал ему об истории театра и постановках. Родители были против такой профессии, потому приставили к мальчику-репетитора. Наверное, это была судьба, что мужчина оказался заядлым театралом и сам посоветовал парню театральное училище. Евгений без труда поступил в студию при театре имени Станиславского. Уже с юных лет он принимал участие в съёмках «Ряда лент», в основном в массовке, конечно же. После поступления в Щукинское училище, уже на втором курсе он получил главную роль в ленте «Я шагаю по Москве Георгия Данелии» и прославился на весь Союз. Авария. К 1976 году его фильмография насчитывала десятки различных работ, но в один день всё изменилось. В Чехословакии он попал в страшную аварию и чудом остался жив. Тогда-то Стеблов пришёл к Вере, а после выздоровления и вовсе покрестился. К тому времени он уже был женат, и у него был сын Сергей. Его первая супруга Татьяна страдала от врождённого порока сердца, потому рожать ей было опасно. Однако женщина решила пойти на риск, роды были очень тяжёлыми, но успешными. Евгений до сих пор считает, что Татьяна совершила невероятный подвиг. Его сын Сергей пошёл по отцовским стопам, закончил Щукинское училище, работал в кино, но в 33 года поменял решение. Возможно, сказалось влияние отца. Но парень решил податься в монахи. Евгений понимал, что у них с супругой больше не будет детей, а потому попросил сына сначала подарить ему внуков. В 2010 году Татьяны не стало. Отец и сын отправились в Иерусалим, ведь это была её мечта, которую она не успела воплотить. А сразу после возвращения Сергей принял постриг и принёс обед безбрачие. Стеблову не осталось ничего, кроме как принять решение сына. Евгений Стеблов сегодня. Спустя полтора года после этих событий Евгений повстречал любовь. Она тоже была глубоко верующим человеком. Он познакомил новую пассию с сыном, который одобрил выбор отца. Немного позднее пара не только поженилась, но и обвенчалась в церкви. Общими детьми они так и не обзавелись. Зато Евгений стал любящим отцом и дедушкой для детей и внуков Людмилы. Супруги до сих пор живут вместе в счастье и согласии. В конце прошлого года Евгений Стеблов отметил своё 75-летие. Стеблов – безусловно великий актёр и необычный человек. За его плечами множество любимых зрителями ролей, как на экранах, так и на сцене. Также Евгений Юрьевич пробовал себя в писательском искусстве. В последние годы актёр занимается по большей части преподавательской деятельностью. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.